Центральные углы Центральные, потому что его вершина находится в центре окружности. Дугой окружности, соответствующей центральному углу, называется часть окружности, которая расположена внутри центрального угла. На нашем рисунке дугой окружности является дуга АВ. Градусной мерой дуги окружности называется градусная мера соответствующего центрального угла. То есть угол АОВ равен градусной мере дуги АВ. Введем следующее определение вписанного угла. Угол называется вписанным в окружность, если его вершина лежит на окружности, а стороны пересекают окружность. На нашем рисунке угол АСВ вписанный в окружность с центром в точке О, так как вершина С лежит на окружности, а стороны СА и СВ пересекают эту окружность. Говорят, что вписанный угол опирается на ту дугу окружности, которая не содержит вершину этого вписанного угла. Например, на нашем рисунке угол АСВ опирается на дугу АВ, так как эта дуга не содержит вершину этого угла, точку С. Также говорят, что вписанный угол опирается на дугу, соединяющую точки пересечения окружности со сторонами угла. Поэтому можно сказать, что угол АСВ опирается на хорду АВ. Центральные и вписанные углы имеют некоторые свои свойства. И сейчас мы с вами рассмотрим теорему о вписанном угле. Она формулируется так. Угол, вписанный в окружность, равен половине градусной меры дуги, на которую он опирается. Для доказательства этой теоремы мы будем рассматривать с вами три случая. Первый случай — это когда одна из сторон вписанного угла проходит через центр окружности. На нашем рисунке дана окружность с центром точки О и радиусом R. И дан вписанный угол АВС, который опирается на дугу АС. Нам нужно доказать, что градусная мера угла АВС будет равняться одной второй градусной меры дуги АС. Рассмотрим треугольник АОВ. Этот треугольник равнобедренный, так как у него АО и ОВ равны между собой, как радиусы этой окружности. Так как этот треугольник равнобедренный, то в нем углы при основании будут равны. То есть угол 1 будет равен углу 2, как углы при основании равнобедренного треугольника. Угол АОС — это внешний угол этого треугольника. Мы знаем теорему внешнего угла треугольника, что внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов треугольника, несмежных с ним. Поэтому наш угол АОС будет равняться сумме углов 1 и 2. Так как углы 1 и 2 равны, то мы можем угол 2 заменить углом 1, и получим, что угол АОС у нас равняется двум углам первым. Следовательно, 2 умноженное на угол 1 — это будет градусная мера дуги АС. Тогда угол АОС будет равняться углу первому и будет равняться 1 и 2 дуги АС, что и требовалось доказать. Итак, мы доказали, что угол, вписанный в окружность, равен половине дуги, на которую он опирается. И рассмотрели случай, когда одна из сторон проходит через центр окружности. Второй случай — это случай, когда центр окружности лежит внутри угла АВС. И доказательство этой задачи, этой теоремы, сводится к проведению вспомогательного диаметра BD. Тогда на нашем рисунке угол АВС — это вписанный угол, и нам нужно доказать, что его градусная мера равна половине градусной меры дуги, на которую он опирается, то есть половине градусной меры дуги АС. Проведя вспомогательный диаметр BD, мы разделили наш угол АВС на два угла — угол АВД и угол СВД. Используя свойства, доказанные в первой части теоремы, мы можем записать, что угол АВД равен половине градусной меры дуги АД, а угол ДВС равен половине градусной меры дуги ДС. Но так как угол АВД плюс угол ДВС составляет угол АВС, и мы заменим угол АВД и ДВС градусными мерами дуг, то получим равенство, что угол АВД плюс угол ДВС равен 1,2 градусной меры дуги АД плюс 1,2 градусной меры дуги ДС. Но если мы сложим дуги АД и ДС, мы получим одну дугу — дугу АС. Поэтому угол АВС будет равняться половине градусной меры дуги АС, что и требовалось доказать. И третий случай, когда центр окружности лежит вне угла, я предлагаю вам рассмотреть самостоятельно. Итак, мы с вами доказали теорему о вписанном угле, что угол, вписанный, равен половине градусной меры дуги, на которую он опирается. Из этой теоремы есть ряд следствий. Два из них мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, следствие первое. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. На нашем рисунке углы МАК, МБК, МЦК, МЕК опираются на одну и ту же дугу, на дугу МК. Поэтому они все равны половине градусной меры этой дуги, а соответственно они будут равны между собой. Следствие второе. Вписанный угол, опирающийся на полуокружность или на диаметр прямой. На нашем рисунке угол КЕП, это вписанный угол, и он опирается на дугу КП. Также можно сказать, что этот угол КЕП опирается на хорду КП. Так как КП это диаметр, то градусная мера угла КЕП будет равна, по доказанной теореме, половине центрального угла КОП. А КОП это развернутый угол, и он равен 180 градусам. Поэтому угол КЕП будет равен половине градусной меры этой окружности. Поэтому угол КЕП будет равен 90 градусам. Рассмотрим несколько задач на применение этих теорем. Итак, задача первая. Через точку, лежащую вне окружности, проведены две секущие, образующие угол 32 градуса. Большая дуга окружности, заключенная между сторонами этого угла, равна 100 градусам. Нужно найти меньшую дугу. Итак, нам дано, что точка Б не принадлежит окружности с центром У и радиусом Р. БС и БЕ — это секущие. Точка А — это точка пересечения стороны БС с окружностью. А точка Д — это точка пересечения БЕ с окружностью. Известно, что угол СБЕ равен 32 градуса. Известно, что дуга СЕ равна 100 градусам. Нужно найти дугу АД. Угол САЕ, вписанный угол, и он опирается на дугу СЕ. Поэтому градусная мера этого угла равна половине градусной меры дуги СЕ. Поэтому угол САЕ равен 1 и 2 дуги СЕ и равен 50 градусов. Но угол САЕ — это также внешний угол треугольника БАЕ. И он равен сумме внутренних углов треугольника, несмежных с ним. Поэтому угол САЕ равен сумме углов АЕБ и АБЕ. Поставляя значение, мы получаем, что 50 градусов равняется угол АЕБ плюс 32 градуса. И отсюда угол АЕБ равен 18 градусам. Тогда угол АЕД равняется половине дуги АД. Тогда градусная мера дуги АД будет равняться произведению двойки на угол АЕД. И будет равняться 36 градусам. Запишем ответ. 36 градусов. Рассмотрим вторую задачу. Задача на готовом рисунке. Нужно найти градусную меру дуги АБС. Угол АБС – это вписанный и опирается на дугу АС. Угол СДА равен 60 градусам – тоже вписанный угол. И он тоже опирается на дугу АС. Поэтому эти углы будут равны. То есть угол СДА будет равен углу АБС и будет равен 60 градусам. Это последствия первому из теоремы о вписанном угле. Запишем ответ. 60 градусов. Рассмотрим еще одну задачу, которую можно решить, используя теорему без рисунка. Итак, задача третья. Центральный угол на 36 градусов больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Нужно найти вписанный угол. Пусть вписанный угол равен х градусам. Тогда центральный будет равен х плюс 36 градусов. Так как оба угла опираются на одну и ту же дугу, то центральный угол равен градусной мерой этой дуги, а вписанный угол равен половине этой дуги. Следовательно, центральный угол вдвое больше, чем вписанный. Составляем и решаем уравнение. х плюс 36 равняется 2х. 2х минус х равняется 36. И тогда х равняется 36. Значит, вписанный угол равен 36 градусам. Запишем ответ. 36 градусов. Итак, ребята, мы сегодня с вами выяснили, какой угол называется центральным, какой угол называется вписанным, чему равны их градусные меры и как они связаны между собой. И решили несколько задач на эту тему. Задачей на эту тему много, поэтому вы можете решать самостоятельно эти задачи без проблем с использованием этих теорем. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.